здрасте девочки и мальчики дамы и господа пропустите мужчины молодого человека мы короче говоря в банк банк мы любим ездить идем в банк заехали сначала в турецкий помидорчика взять помидорчики подорожали огурчики подорожали у него но взяли последнюю прилавка может у них еще есть сгущенное молоко по аэро 39 а так она 2 аэро уже если там ангибод делает аэро восемьдесят девять или оэро семьдесят девять на факт тому что такой дешевый как мы взяли уже больше хрен ты где найдешь а это думаю такой это продукт он пить есть не просит не хай стоить не хай стоить а то вот так вот нет нет да то пикешь чего-нибудь то еще что-то всегда нужная вещь сейчас заедем в банк мне надо заплатить по счетам по счетам заплатить за удовольствие на оплатить вот и и потом я поеду ногти выбила я время говорю как ты бессовестно оксана я с такими страшными как тебе спится то спокойно она горчит а плохо сплю приходи вот и иду такие вот дела девочки сегодня 23 февраля мужчин с праздником казалось бы да здесь нет такого праздника казахстане тоже летом отмечается все равно в памяти он у нас есть мы всегда отмечали 23 февраля поздравляли мужиков и я не такая тварь как некоторые отказываться от своего прошлого и менять чего-то подумаешь я наоборот богаче стала 23 февраля там еще в июне или когда там в казахстане память изменят мне еще один лишний повод там 8 марта там еще очень короче я все праздниками расправляю ну как справляю желаю всем здоровья любви благополучия как у цыган вы знаете что цыгане не всегда любви здоровья и благополучия желать что-то серёжа такой смотришь как будто неблагополучный благополучный ну вот короче у кого есть праздник этот всех поздравляю с этим праздником мальчиков дедушек бабушек я тоже своего рода защитница своего отечества мое отечество это моя семья я защищаю ты моя хорошенькая рыба золотая так что сережек я вижу как ты семафоришь а если не вижу девочки мне говорят сережек только встал у него выходные он ночью спит днем спит всегда спит только проснулся он помятый как бульдожек ладно пошли заплатил мы куда едем до юльки перчатки отдать конечно наверно люди работают доедем короче заплатили сходили и зашли как раз в этот отделение банка где банк это уже нету сокращение же тотальная идет сократили все эти филиалы оставили только вот маленький комнатку с автоматами для перевода денег и снятия денег банкомата эти а так везде по сокращали когда-то мы на этой улице жили и это самое и блин я думала что не то оказалось да этот опять там бомж то ну как бомж бомж это когда нету дом у него есть дом разваленный такой страшненький но есть обкурил все вот это помещение еще какие-то сигареты такие вонючие курят там вот это начнется заступаться вот они бедненькие нихера не не бедненькие короче и этот запах меня реально убивает терпеть ненавижу машина едет и сидит и расставил банки там бутылки короче и бухает тут мамаша с детьми заходят в они еще такая красота у него есть своя но он вот так вот на промысел выходит этот товарищ чингачкук у нас детки играются динну шпиль пляс эти какая дорога вот тут уж что-то было развалили вытер воняем вот этим всем до маняем я не знаю ты просто кинем в этот в этот бриф кастом и все еще и не назвать о надо бед ветки у юли у юлькина ломать веточек у нее вот эти кудрявые на пасху она не подстригает его не короче такое длинное дерево встало короче вот такие вот дела теперь дальше надо будет за за ногтями ехать да короче за ногтями ногти делать а потом на работу а потом опять магазин девочки веселуха время есть заедем наверно в русский эти какая у нас сопка курган блин какой курган то выстроили нашим доме появился так туннель у нас еще не открыли уже лет десять строят туннель это вот всю землю туннель рыли вот сюда свозили сейчас пока вот так серо пасмурно ну ничего будем надеяться что все будет нормально доживем до весны а там и лето не за горами кстати серожа масленичная неделя еще не закончилась где твои блянный бензин аэро 80 вот так на этом районе тоже мы когда-то жили где мы только не жили то там это всяма это вот школу новую достроили что-то она позеленела вот этот старый постройка школа сюда дети в школу уходили такая в каждом райончике школы начальные класса не в другую ходят школу там сюда учились у артема такой учитель по математике хороший был прям вообще ну блин в каждом прям в голову вкладывал артем так математику хорошо сниму знал потом у них конфуз вышел его уволили собрание было я на собрание там не было там ученики были все с родителями значит как чтобы его уволить голосовали я крутим не вздумай против него голосовать от них не мама короче он заходил в класс а пацан ученик за дверью спрятался и когда ученик заходил он на него выпрыгнул напугал этот машинально его ударил понимаете он его ударил но она автомате получилось ты что мама шивот короче он моего сына ударил ляля тополя немедля давай там консилиум собрали убрать они не подумали что учитель хороший ну конечно нашел работу он перешел другую школу и это сама мне так жалко было что он ушел от них тем более он классный у них был то что ребенок у тебя вот такое сделал ты и похер нет учитель ударил представляете и все и уволили его она шухер подняла и все но артем против него не голосовал чтобы его увольняли там еще пару ребят а большинство ты что она там росло и чуть ли не избил до полу смерти артем рассказывает мама говорит мне было вот так говорит он его напугал а тот на автомате ударил его вот неожиданность и все так то люди еще время есть заедем наверно в русский эти какая у нас сопка курган блин какой курган то выстроили нашим доме появился так туннель у нас еще и не открыли уже лет десять строят туннель это вот всю землю туннель рыли вот сюда свозили сейчас пока вот так серо пасмурно ну ничего будем надеяться что все будет нормально доживем до весны а там и лето не за горами кстати серожа масленичная неделя еще не закончилась где твои бляный бензин аэро 80 вот так на этом районе тоже мы когда-то жили где мы только не жили то там это вся это вот школу новую достроили что-то она позеленела вот этот старый постройка школа сюда дети в школу уходили такая в каждом райончике школы начальные класса не в другой уходят школу там сюда вот так учились у артема такой учитель по математике хороший был прям вообще ну блин в каждом прям в голову вкладывал артем так математику хорошо сниму знал потом у них конфуз вышел его уволили собрание было я на собрание там не было там ученики были все с родителями значит как чтобы его уволить голосовали я крутим не вздумай против него голосовать он горит не мама короче он заходил в класс а пацан ученик за дверью спрятался и когда учитель заходил он на него выпрыгнул напугал этот машинально его ударил понимаете он его ударил но она автомате получилось ты что мамаши вот короче он моего сына ударил ляля тополя немедля давай там консилиум собрали убрать они не подумали что учитель хороший но конечно нашел работу он перешел другую школу и это сама мне так жалко было что он ушел от них более он классный у них был то что ребенок у тебя вот такое сделал ты и похер нет учитель ударил председатель и все и уволили его она шухер подняла и все но артем против него не голосовал чтобы увольняли там еще пару ребят а большинство ты что она там росло и чуть ли не избил до полу смерти артем рассказывает мама говорит мне было вот так говорит он его напугал а тот на автомате ударил его вот неожиданность сделала ногти я оксанка на мне креативит а мне нравится таким подопытным кроликом быть ой поржали поржали два часа переехать на работу потом еще закупаться опять ой-ой-ой день то чо вот тебе и 23 февраля сегодня смеялась а короче в группу наших земляков с нашей улицы группу значит нургулька передает мальчики вас с праздником ну и там сосед наш отвечает спасибо девочки я так смеялась у нас проводы дольше были проводы его в армии чем он служил в армии и короче два брата отправляли в армию они погодки значит короче праздновали мы проводы отмечали военкомат еще военкомате полдня гармошка все дела как положено ну и на следующий день сидим на лавочке скучно чё двоих сразу с улицы забрали уже не хватает и скучно и что-то не смеется и не шутится ну служивые ушли у нас смотрим из-за поворота один вояка идет и главное в тапочках и с военным билетом мы не поняли сначала чё это ну и короче он рассказывает забрали их всех призывников и теперь короче приехали за ними покупать покупать их всех раскупили один лишний а тот хоть и младшую был на год но он такой был накачанный спортивный все а это шланга такая вот знаете вот такая фигура когда нет фигуры шкафчик ну и короче тот и младшую ему говорит давай вали домой того конечно в дв сразу забрали а этому всучили никому не нужен был всучили военный билет и домой отправили вот а мы ржали и видишь сегодня его представляет он спасибо защитник отечества правда ботинки у него хорошие были их забрали какие-то бабские тапки ему дали он в этих тапках и приперся зато с военным билетом отслужил ой кошмар вот думаешь анекдоты то жизни и берутся ой я смеялась так хорошо провожали так провожали что решил домой вернуться такие были истории а тот отслужил правда мы потом все разъехались а уже успела потом замуж выйти все он когда вернулся нас уже не было половины такие дела такие проводы были шумные только цыгане не хватало он на второй день здрасте мордасти уже дома вот такой вояка лишний оказался перебор был и все вот день завершается посмотрите вафли пионер взял серёжа себе как пионер смотрю какая луна вон узенькая такая конечно не узенькая растущая ярко так сейчас домой наконец-то мы купили печень сейчас пожарим печень печень надо кушать печень и железо да серёжа магазин голодный приехал хопа и хопа и пионеры юные головы чем сейчас быстренько домой ужин приготовлю в душ и реведерчи бейба